Всем привет! Мы сейчас находимся на стройке. Продолжаем экскурсию по дому. Были в прошлый раз. За это время поменялось, не сказать, что много, но и не сказать, что мало. Появились колонны, пол, но сейчас он закрыт защитным слоем. Можно посмотреть вот то панно, которое было в прошлый раз в виде мозаики. На сетке сейчас уже смонтировано и готово. Смонтировали подоконники. Здесь тоже начата работа, брамор бежевый, темный. Вот оно, панно. Здесь будет паркет, выведены уже розетки. В общем, все немножко преображается. Не так быстро, как хотелось бы, но тем не менее процесс идет. Попадаем в спальную комнату. Здесь уже тоже есть молдинги. Специальный мастер по гипсу выполнил все элементы. Потолок, красивая розетка, карниз, гардеробная. И ванная комната. Конечно, особенно находка этого дома с такими крупными элементами, с высотой. Ванна будет стоять. В общем, практически тоже доделалось. Основные работы по гипсу, получается, сделаны. Эта комната уже практически завершена, вместо люстры висит какая-то конструкция. Интелляционная установка будет смонтирована в дом. Сейчас очень красиво получается, потому что солнце с южной стороны бьет сверху. Все очень воздушно, получается, попадает в интерьер и освещает все пространство, чтобы оно было целиковое и гармоничное. Это большой плюс этого дома. Позволяет не только красиво разместить все симметрично, но и создать вот это воздух. Вот это настроение для комфортного пребывания. На втором этаже уже убрали леса, начали монтировать пол. Мы видим, как куски мрамора здесь разложены разнообразного оттенка, какой-то с прожилками, какой-то нет. Здесь между ними будут доски. Можно пройти подальше и посмотреть на примерно готовую уже конструкцию. Доски посередине мрамора. Конечно, здесь сейчас требуется небольшая переработка технологии, чтобы это все работало. Но сейчас как раз люди этим занимаются, монтажники, делают свое дело. То, что было нарисовано на изображениях, на картинках, оно вот в жизнь воплощается. Все это дело очень похоже и очень здорово. Сегодня у нас выездное занятие. Здесь мы встречаемся вместе с нашими студентами. Мы приехали, хозяин любезно согласился нас принять и рассказать о том, как идет строительство. Какие плюсы, какие минусы. Поэтому сегодня примерно 10 у нас человек студентов приехали. И мы смотрим, как что получается. Общаемся, чтобы вживую увидеть, как идет процесс строительства. Это очень важно, чтобы дизайнер вживую видел, как что происходит. Давайте посмотрим. Листаем встановку. Фланировку. Фланировку, да. Фланировку встановку. Очень классно посмотреть, как у вас вообще все вы оформляете. Давайте посмотрим. У нас также будет оформлено в конце обучения. Ну, вообще, да, модуль. Ну, модуль-то где? Ну, смотрите, да, это очень детальное оформление. Тоже надо понимать, то, что здесь делаем. Это прям отдельный чертежник должен делать. Было полезно, было интересно. Что понравилось. Проект 500 квадратов, ощутить его в объеме. Честно говоря, думала, что будет больше. Ну, обсуждали, думали, что будет больше. А по факту 500 квадратов, это прям... Это немного. Это немного. Для жизни самое оно. И если у тебя 6 детей, конечно, тоже нормально. Живьем действительно по-другому смотрится абсолютно. Вот картинки, это картинки. Когда ты попадаешь, ощущение вообще колоссальное. Потому что ты ходишь, ты находишься в этом объекте. Смотри, детали рассматриваешь. Не знаю, мне кажется, вот в объекте находишься в этом, Каждую деталь можно долго рассматривать. Даже вот этот кессонный потолок вообще шкаф. Да, кессонный потолок сейчас под полиэтиленом, но видно, что деревянные. И, конечно же, круто смотрится этот вау-эффект. Овальный портал в небо в сочетании с этими колоннами. И, конечно, мощный эффект создается. Здесь подсветка будет. Вот там она по периметру тоже подсветка. То есть будет еще светить потолок вот этот красивый. То есть подсветками тоже есть. Не совсем классика за счет эффектов, за счет каких-то вот таких вот включений. Она получается интересная. Летняя резиденция Екатерины Второй. Ощущение. Питерское. Ну что же, надеюсь, экскурсия по дому вам понравилась. Была полезная и интересная. Если вы хотите стать дизайнером, если вы хотите освоить эту профессию и делать подобные объекты, делать их качественно, профессионально и с большим размахом, то вам нужна структура, вам нужна система и умение работать с клиентом, умением делать проекты и знания, в том числе по дизайну. Приходите к нам на обучение и вы узнаете абсолютно все, что необходимо знать настоящему дизайнеру для того, чтобы работать с проектами и для того, чтобы воплощать такие объекты в реальность. Читайте описание и ждем вас на обучении. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...